Я вас попрошу встать, подозраться с вами. Здравствуйте, ребят, садитесь. Меня зовут Екатерина Юрьевна, и сегодня наш с вами урок истории мы произведем вместе. Для начала хотела обратить ваше внимание на рабочие места. У каждого на фарте лежит один, вот говорите, рабочий лист, с которым мы с вами будем сегодня активно заниматься. Пожалуйста, сразу подпишите в начале фамилию Екатерина, вас двоих, как вы парами сидите, и, соответственно, как вы сегодня работаете. Игра, садитесь. Итак, попрошу вас чуть-чуть потище, да, это у нас такая реализационная работа. Еще древнегреческий историк Мутаров говорит, в чем больше прославились Афинины, в войне или в мудрости. На сегодняшний момент однозначно ответить на этот вопрос, которые меняются многие, и философы, и историки. Наша с вами же сегодня будет задача чуть-чуть приоткрыть завеску тайны. А как это Афинине в военном деле прославили? Попросите вас обратить внимание на доску. Перед вами будут возникать картинки, ваши задачи подняв руку сообщить мне. А что вам известно об этой картине? Итак, первое, что ты думаешь? Греция. А что вам известно о географическом положении Греции? Давай. Она находится на картинке, скажем, в лошадной мази. Хорошо. А что о природе можно сказать? Гористая местность. Гористая местность, совершенно верно. А окружена территория Греции чем? Таким голубеньким. Марианне, совершенно точно. Далее. Ваза. Ваза греческая, ваза необычная. А для чего она, в каких занятиях могла использоваться, стал греком? Опиняне на них рисовали своих героев, спортсменов. В общем, это как у нас на картине рисовать, только у них на вазах. Так они и прославляли. Совершенно верно. Хорошо. А еще? Абсолютно точно. Использовать в хозяйстве. Как бы, мы используем, как и лидер, как и лидер, как и лидер, как и лидер, как и лидер. А как вы думаете, а продавать кому-нибудь они могли? Конечно, могли. Поэтому греки, знаменитые или местенники, или торговцы. Смотрим далее. Бог грома, самый главный бог Зевс. Просто отсюда плоховато видно. Да, это Зевс. Абсолютно верно. А Зевс, это единственный греческий бог? Нет. А какие еще есть? А какие еще есть? Ой, Борь. Совершенно верно. Кого-нибудь вспомним? Афина, Вера, Афрадита. Молодцы. Много было, да, в греках вам? Давайте с вами двигаться дальше. Следующая картина. Означает пять разных континентов, которые участники Олимпийских игр. Ну, возможно, потому что Олимпийские игры появились в Древней Греции. На сегодня речь на нашем занятии пойдет не только о Греции, а еще о Греции стране. Давайте попробуем узнать, что это за страна такая. Перед нами глобь что? Карта. Карта чего? Персидского царства. Персидского царства. Говорили на уроках истории о Персии? Да, я знаю. Это перед нами кто? Персидский воин. А как вы думаете, почему это перед нами на картинке именно воин персидский? Потому что он в броне, у него есть оружие. Поэтому несложно догадаться, что это, скорее всего, воин. Да, он хорошо вооружен. Щит, лук, капер. Да, нормально. Лук, видим у него, да, совершенно верно. Да, действительно, воин персидский, это один из символов персидской державы, потому что персы были активными захватчиками. И еще изображение. Это знаменитый персидский царь Дарий I, о временем которым пойдет сегодня у нас курицу. А как вы считаете, что могло связывать греков и персиков? Ну, возможно, они либо понимали, либо дружили. Совершенно верно. Могли быть разные контакты, однако сегодня мы с вами поговорим. Начнем наш разговор о целой череде греко-персидских войск. Однако первое столкновение греков и персов состоялось около местечка под названием Марафон. Марафонская битва. И выпала на долю Афини. Давайте теперь подумаем, исходя из всего того, что мы сказали, какова будет тема нашего сегодняшнего занятия? Ну, войнами, персами и грекцами. Хорошо. А еще варианты есть? Акцентировала-то я на что? С какого народа мы начали греческого? Возможно, про лимбийские игры. Теперь шла-то говорится. Ну, мы их уже на прошлом занятии прошли. Возможно, как перси участвовали в лимбийских играх. Ну, мы все-таки еще раз повторю, да, будем говорить о военных столкновениях. И сегодня речь пойдет о первом. Первая состоялась Марафонская битва. О ней сегодня и пойдем в нашу речь. На своих рабочих листах, там, где у вас записана тема, зафиксируйте, пожалуйста, Марафонская битва. Подумаем, если мы будем говорить сегодня о первом столкновении греков и персов в Марафонской битве, какова будет цель нашего урока, что мы должны сегодня? Узнать, кто победил в войне и почему она вообще не победила. Хорошо, совершенно верно. Там, где цель, давайте с вами замешем. Узнать о ходе Марафонской битвы и ее значении. Узнать, там, где цель пишем. Узнать о ходе Марафонской битвы и ее значении. С вами сейчас мы поговорим. У вас дальше в рабочих листах идет план изучения новых тем. Дается табличка. В одной колонке у вас порядковые номера от одного до четырех, а другие колоночки свободны. И туда вы должны будете клеить те цветные полосочки, которые у вас есть. Вы берете, снимаете скрепочку. У вас четыре разноцветных полосочки на каждой надписи с пунктом плана. Как вы считаете, логически, что, зачем в ходе изложения нашего материала пойдет, вы должны сейчас в группе, в парах посовещаться. Потом перевернуть вашу полосочку, коричневую пленочку снять, да, сдвойную скрепочку, стороннюю, и приклеить на то место, которое вы считаете, должен занимать тот или иной пункт плана. Буквально две минутки вам на работу. Ну, молодцы, давайте теперь отклеим эти полосочки. Расположили правильно, приклеивайте. Не бойтесь ошибиться, ничего страшного не произойдет. Приклеивайте на нужные места. Итак, ну давайте с вами начнем проверку, что же у нас получилось. Как вы считаете, что будет первым пунктом нашего плана? Угроза порабощения. Угроза порабощения абсолютно точно, которая нависнет над грекой. Вторым, старым пунктом, что? Бельтеан. Мы поговорим про стратега Бельтеан абсолютно точно. Дальше. Марафонская битва. А самой Марафонской битвы. И последним пунктом пойдет у нас значение победы, а меня абсолютно точно. Итак, ребят, давайте мы чуть-чуть с вами эмоции. Руки возьмем и будем гидаться. Дальше. Начнем мы, как и договорились с вами, с угрозы порабощения. В пятом веке, до новой эры, когда Персию возглавил царь Дарий I, границы персидской державы охватили огромные территории земли и подошли вплотную к греческим городам. Естественно, такой амбициозный правитель, как Дарий, захотел загладеть и этими территориями. С чего же все начиналось? Наша задача с вами понять. Для этого мы сейчас посмотрим видеосюжет, по которому вам необходимо будет ответить на вопросы. Вопросы представлены также в рабочих листах. Посмотрите сейчас, тихонечко эти вопросы прочитайте, тихонечко прочитайте. Чтобы потом, когда мы смотрели с вами видеосюжет, вы знали, на что обратить внимание. Пробежали глазками по вопросу? Нет. Итак, ну давайте по ходу дела разберемся, да, посмотрим, а потом я вам еще дам три минутки для того, чтобы вы успели вписать все необходимые ответы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я просто развлекал ваше гостинство. Не сомневаюсь. Прежде чем заговорить в Персию, начти, что в спарте любой, не исключая царского послания, принесет ответственность за свои слова. А теперь говори, в чем твое послание? Земля и вода. Ты пришел в такую даль из Персии ради земли и воды? Не двоедушничай и не лукавь, Перс. Такое в спарте не приведенствуется. Почему женщины отмениваются говорить с мужчиной? Лишь женщины в спарте производят на свет мужчин. Давай пройдемся, и что ты еще не хочешь. Если вам дороги ваши жизни и вы опасаетесь уничтожения, слушай внимательно, Леонид. Серкс завоевывает все, на что бросает свой взгляд. Его армия так огромна, что земля дрожит под ее поступи, так многочисленна, что выпивает целые реки. Тот, кто сравнится лишь с богами, желает от тебя одно подношение земли и воды. В знак того, что спарта покоряется воле сердца. Покоряется? Вот это и бывает возможно. Хватит слухи, что даже афиняне ответили отказом. А в школе философы и ценители мальчиков, нажди в себя смелость вам, мы обязаны быть дипломатичными. Кроме того, спартанцы не могут забывать о своей репутации. Абдрумари, свои следующие слова царяки, ибо могут они стать последними. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У вас есть в рабочих листах свободная клеточка Если вы верно ответили на 3 или 4 вопроса Вы ставите себе 2 балла в эту клеточку Если вы верно ответили на 2 вопроса Значит 1 балл Если на 1 и меньше 0 баллов Двигаемся дальше В следующем пункте Дальше нам с вами необходимо познакомиться с тем человеком Который осмелился возглавить сопротивление персам А будем насмотреть? Нет, это вы можете сделать дом Давайте насмотреть Итак, все Теперь поговорим про того человека Кто возглавил афинское войско Стратег Минтеат Для этого вы открываете учебник на странице 161 Это наш основной с вами источник тайны 161 страница На 161 странице Вы находите второй пункт Под названием Марафонская битва Во втором пункте находите второй абзац Все способные сражаться Нашли? Да Вам нужно прочитать один этот абзац И заполнить пропуски в ваших рабочих листах Где вам нужно заполнить пропуски Написать кто такой страниц И почему именно Минтриат стал страницем На работу две минутки Читаете, совещаетесь, вписываете правильные ответы Подписали, да? Да Начинаем нашу проверку Если написали, допишите походу Вы же нам уже написали, да? И нашли все Итак, первый вопрос Стратег Это Кто же это? Давай Греческий военачальник Абсолютно точно Двигаемся с вами дальше А почему именно Минтриат? И в слабые и сильные стороны А теперь давайте попробуем оценить свою работу Как вы считаете? Теперь 2 балла мы поставим себе за что? Если 2 балла, если 2 балла Если 0 ответов верных, да? Абсолютно точно 2 балла, если все верно 2 балла, если 1 верный ответ 1 балл 0, если у вас ошибки Ну и теперь Абинская войска Полностью готовая к сопротивлению Возглавляемая таким великим человеком, как Минтриат Вступает в сражение с Перси Ребят, давайте потише Мы теперь с вами обращаем внимание вновь на нашу доску И о ходе марафонской битвы мы будем узнавать с помощью анимационной карты По которой потом будем работать Все внимание На бою афиняне стремительно атаковали персов Когда персы увидели, что малочисленный отряд афинян Не имея конницы и не стреляя звуков приближается к ним Они приписали это роковому безумию своих врагов Но сойдясь с персами, афиняне отважно вступили в бой И хотя персидские воины потеснили центра нападавших Афиняне и их союзники из плоды разбили персов на бою флагов Итак, как вы поняли, кто в этом сражении победил? Афиняне Афиняне Афиняне, абсолютно точно Причем победили они с помощью правильной тактики и стратегии Ведь сначала персам показалось, что победительными выйдут они Правильно? Да? Но афиняне сумели обойти их с флангом, с боком и взять плотное кольцо Вот это хитрость Вот это хитрость И хитрость как раз таки того самого мельциада, о котором вы говорили выше А теперь вам нужно будет поработать с контурной картой Ваших рабочих листах вы видите карту Вам нужно обратить внимание на расположение полуострова и острова Вам нужно на этой карте обозначить два города Это Афина и это Маракон И стрелочками обозначить только поход Дарья Первого В 490 году до новой эры Для этого вы открываете на странице 162 У вас на 162 странице карта, которая поможет вам выполнить это задание Поход Дарья Первого Все схематично Изображение Дарья Откуда пришли, куда-то Откуда и куда они пришли Молодцы, города уже обозначили Здесь, Манечки, нашли Откуда Дарья Первого Итак, ну давайте будем далее проверять Как же должна выглядеть наша карта Стрелочками должны быть внизу обозначен поход Откровение похода Дарья на Маракон В 490 году до новой эры И собственно Маракон находится в 40 километрах примерно к северу от Афин Посмотрите внимательно, карты сравните И давайте подумаем, а теперь за что мы поставим себе глобал Если все верно, то мы ставим себе два балла в окошечко Если обозначены только города без направления, то себе ставим один балл Ну а если ошибочки у нас допущены, то 0 балл Молодцы Молодцы Итак, поставили себя оценили, а теперь двигаемся дальше Значит у нас непобедимое доселе считающееся войско Версидское вдруг оказалось на самом деле победимым Правильно? Греки одни афиняне Им помогали только жители города Платеи И все, остальные греки отвернулись от них И даже спартанцы им не помогли Афиняне оказались один на один Лицом к лицу со своим сильнейшим противником Но при этом сумели храбро свою независимость отстоять А откуда же мы с вами знаем о том, что происходило так давно? Конечно, нам легко, да, мы учебник открыли, там все написано А откуда люди узнают, когда учебник пишут? Очень хороший опыт, может быть, потому что легенды слагаются И из года в год, и в столетие в столетие Так это дошло до наших дней Хорошо, молодец Может быть, легенды и писатели в этой висе И потом передавали коллеги, и тогда что-то умница И виноват, и вставали Хорошо, совершенно верно На самом деле, мы должны говорить, что основным историческим источником По событиям греко-персидских войн Являются труды Геродота Но! Откуда мы знаем? А вдруг он это все придумал? Для того, чтобы быть четко уверенным во всем том, что Геродот писал в правду Нам помогает такая наука, как археология Слышали про них? Да А что это за наука? Кто слушает? Это раскопки каких-то древних храмов Совершенно верно И очень таким знаменательным археологическим памятником является марафон Санкульга Вам нужно сейчас этот текст внимательно прочитать И выделить основную мысль Или, может быть, две-три основные мысли, не больше Подчеркнув их в тексте Два-три предложения Может быть, часть предложения Основное, а потом мы с вами попробуем сформулировать кратко Основную мысль текста О, предлагаем мысль текста Подчеркивайте, подчеркивайте, смело, ручкой. Можно, можно, конечно. Все? Умница. Да, сейчас мы закончим. Первая расскажа. Да, нашли основную. Здесь, ваше, динамик. Да, пока в этой работе читаем тексты, подчеркиваем то, что вам считается более важным. Заканчиваем полминуточки. Итак, ну давайте начнем. О чем же у нас наш текст про марафонский курган рассказывает? Давай дальше. Я подчеркнула, всего сражения погибло 6400 персов и 192 Афина. То, что вот это помещение было высотой 9 метров. Да, посмотрите, обратите внимание на картинку. Сверху нам кажется просто гора, да, на самом деле это захоронение афинских воинов. Потом, то, что в них находились на садах погибших воинов. И можно увидеть памятник Менсиаду, который был создан спустя 2500 лет. Совершенно верно. И вот посмотрите, как греки отнеслись к своим погибшим сотоварищам. Как вы считаете, почему они не просто оставили поле боя и ушли к себе и вернулись, а вот такое большое масштабное захоронение сделали? Ну, наверное, потому что они хотели починить храм хвойнов, поэтому они их сожгли мертвое тело, потом в пепел положили и так захоронили их. Совершенно верно. Чтобы всегда помнили, да, этот курдан для нас является таким памятником, на который мы должны смотреть и помнить подвиг тех самых афинян, которые сумели проявить храбрость и смелость. Ну, а теперь давайте мы с вами битву выиграли. А какое значение для Афинин, собственно, и для жителей Греции эта победа имела? Для этого опять обращаемся к рабочим листам. У вас есть задание следующее. Вам нужно заполнить пропуски и вписать всего лишь два слова. Вы можете догадаться по смыслу. Если вы затрудняетесь, можете обратиться за помощью к учебнику на странице 164. Два и на вам минутку Даня ориентируется и вписать необходимые слова. Вот, какое значение, да, пятая. Надо вставить слова. Здесь надо вставить слова. Вы здесь обратите внимание, у вас выделены здесь значения. Какие вы слова пишите? В общем, три. Итак, ну, задание у нас легенькое, быстренькое. Давайте будем... Афиняне, да, города Афин, удаление, на второй слог вставить. И отныне перцы перестали считаться какими? Непобедимыми. Абсолютно точно. Теперь греки поняли, что они могут бросить вызов перцам и сопротивляться их владычеству и могуществу. А можно написать... И это задание давайте мы с вами оценим. Если все верно, два слова ставим себе в баба. Верно одно слово один. И нолик, если совершили ошибку. Ну, а теперь перейдем к домашнему заданию. Откройте, пожалуйста, дневнички, мы к этому еще придем. С вами чуть позже. Домашнее задание у вас на выбор. Вам нужно прочитать 34-й параграф и либо письменно ответить на вопросы, которые располагаются после параграфа, либо устно подготовить сообщение о происхождении такого недоскативного состязания, как марафон. Название не просто так одинаково. Сделаете, конечно, будет. Знаем. Все. Итак, ну а теперь давайте подведем некоторые итоги нашей работы. Посчитайте, пожалуйста, общее количество баллов, которые вы заработали сегодня. Так как вы себя оценили. Адам, мы восемь работали. Молодцы. Молодцы. Вы ввозили. Нас восемь. Нас восемь. Итак, ребят, если вы сегодня оценили свою работу от семи до восьми баллов, вы большие молодцы, порадуйтесь за себя, покажите знак класса, что вы умницы сегодня на уроке с тобой довольны. Если ответить на шести баллов, то будем стараться, и в следующий раз все получится. И последнее, что я вас попрошу сделать. В ваших рабочих местах самое последнее задание. Найдите того воина, с которым ваше эмоциональное состояние схожа. Вы рады, воодушевлены и готовы к победе, либо вы столкнулись с какими-то трудностями, и пока вам трудно им сопротивляться. И во вторую колоночку запишите, пожалуйста, то, что вам понравилось сегодня на нашем уроке. То, что было интересно, не отпишите, совещайтесь. Мне нужно от вас знать, что вам понравилось, и пейте. Акадочку отведите, что вам понравилось. Вопрос может быть у вас тоже. Рабочие листы оставьте, пожалуйста, на месте, и наш урок с вами закончится.